Вячеслава Мальцева, который был вторым человеком в предвыборном списке Парнаса на последних выборов, арестовали, задержали и посадили на 15 суток. Причем сделано это было, надо сказать, с особой жестокостью и особым цинизмом. В городе Саратове, где Вячеслав Мальцев проживает, в 6 часов утра в его квартиру, в его дом, можно сказать, вломилась компания человек из 15 людей в униформах, а также в штатском. Причем те, кто были в штатском, они были в медицинских повязках, чтобы их морд не видели. Взломали дверь болгаркой, то есть только искры летели. Ну и, соответственно, застали спящую семью Мальцева, его жену и дочку, и уволокли, в конце концов, оттуда Мальцева. Мальцев при этом отоварился сердечным приступом, поскольку человек, он не молодой, наверное, не очень здоровый. В общем, в аэропорт для этапирования в Москву его несли уже на носилках. Вот такая довольно тяжелая история. За что его арестовали? Поначалу было объявлено, что сделано это было для того, чтобы привлечь его в качестве свидетеля по делу о событиях 26 марта в Москве. То есть для меня это очень интересно, чтобы человека привлечь в качестве свидетеля. Ему взламывают дверь в доме, выкручивают руки, доводят до сердечного приступа и этапируют самолетом в стольный град. По-моему, для свидетеля это чрезмерно. Но потом, на самом деле, оказалось, что никакой не свидетель, а все-таки скорее обвиняемый, и посадили его на 15 суток. В результате этого самого обвинения, может быть, и еще дадут, это неизвестно. Что хотелось бы сказать по этому поводу? Во-первых, хотелось бы сказать, что очень правильную статью написал недавно в «Новой газете» Дмитрий Муратов, что 15 суток – это, на самом деле, не шуточки. То есть у нас все воспринимают, ну, все, скажем так, несведущие люди, у нас воспринимают 15 суток в основном по известному сюжету из кинофильма «Операция И» и другие приключения Шурика. Где 15 суток – это, соответственно, компания обаятельнейшая, компания бомжей, пьяниц, алкоголики, тунеядцы, шаг вперед и все такое прочее. Которые потом бегают друг за другом, иногда некоторые поступают на ликер-водочный завод и все такое прочее. В общем, веселая такая санаторная история. На самом деле это не так. На самом деле, мало того, что 15 суток – это полмесяца, выключенные из вашей жизни, из вашей работы, но это все крайне неприятно, это все ломает человека. То есть это, на самом деле, это разновидность такой не особо мучительной, но зато очень долгой пытки. То есть 15 суток – это нет, это не операция «ы», это гораздо более печально. Во-вторых, почему именно Мальцева? Ну, тут, на самом деле, ответ очень простой. Дело в том, что Вячеслав Мальцев очень неудобный для власти политик. Удобные для власти политики – это, во-первых, люди с еврейскими или околоеврейскими фамилиями. Вот Гозман, да, вот он очень удобный, и поэтому его все время приглашают на телевидение. Чтобы было все ясно, раз оппозиционер, значит, еврей по фамилии Гозман. Во-вторых, даже если фамилии русские или, например, украинские, как, скажем, Навальный, Волков, Касьянов и так далее, то это должны быть люди, скажем так, ну, не очень понятные, не очень приятные народу. То есть какие-то интеллигенты, какие-то там, про которых говорят, а еще в шляпе, какие-то слишком культурные, может быть, в очках, но не обязательно, могут быть и без очков, но, скажем, какие-то попы-растриги из бывшей элиты, как Касьянов, например, или какие-то люди с хипстерскими бородами, как Волков. Что касается Дамальцева, у него борода, конечно, тоже есть, но это такая окладистая, такая толстовско-солженицынская борода. И вообще он человек из народа, очень близкий народу. Такой он настоящий народный герой-борец за правду и справедливость. Речь у него хорошо поставленная, льется легко, изобилует, опять же, народными всякими оборотами и так далее. То есть человек очень понятный, человек обаятельный и очень хорошо работающий, к тому же, с публикой, что он доказал в своем видеоблоге или даже в целом видеоканале под названием «Артподготовка». Вот именно такие люди, естественно, для власти особенно опасны, потому что простой российский человек себя легко может с ними ассоциировать, и, соответственно, он ему скорее поверит, чем какому-нибудь деятелю из числа плюговых интеллигентов. Поэтому, на мой личный взгляд, Вячеслав Мальцев сейчас в российской оппозиционной иерархии, после, естественно, Алексея Навального, это человек номер два. К тому же, так же, как Алексей Навальный, Вячеслав Мальцев так в легкую, втихую, периферийным образом использует очень популярную, ну, можно сказать и популистскую, националистическую историю в своих выступлениях. Что, естественно, для власти тоже очень опасно, то есть националисты во многом опаснее для власти, чем либералы. Потому что либералы, все, они себя скомпрометировали еще со времен Егора Гайдара. Что касается донационалистов, то у очень многих, я думаю, большинства представителей российского населения в той или иной степени, но националистические эти бзики в голове есть. Поэтому те оппозиционеры, которые эти бзики разделяют, они тут же, тут же, естественно, попадают под усиленный и прицельный надзор властей. Вот поэтому, собственно говоря, Мальцева и арестовали, и посадили, и с сердечным приступом. Ну что, мы можем сказать заключение. Мы желаем Вячеславу Мальцеву выдержки и мужества, и после 15 суток выйти и снова приступить к своему праведному труду.